Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вторая часть пустых баночек. Видео будет такое коротенькое, наверное, думаю, 10-15 минут от силы. Потому что баночек немного. Ну, хочется вот просто выровняться уже, чтобы месяц-месяц идти. Можно так-то было ещё, конечно, покопить, но потом опять накопится огромная гора. Так, из бытовой химии хочу похвалить вот такую вот штуку. О, это крем типа Сиф, чистящий крем такой, Сио какой-то. Покупала за 59 или за 49 рублей. Вот здесь 500 мл. Парфюм лидере. Вот, хотелось сказать, за вкусом апельсина. Ну, пах апельсинчиком, крем белый. Никакого отличия от Сифа я не заметила, кроме как у Сифа очень такой неприятный химозный аромат. Мне не нравится. Вот у жёлтого, по крайней мере. Вот этот тут очень понравился. Буду дальше покупать. Вот, планирую на днях сходить в парфюм лидер тоже посмотреть. Если будет, ещё возьму. Классный вообще. Супер бюджетное, хорошее средство для ежедневного мытья ванны, так сказать. Так, позаканчивались у меня гели для душа. Первый гель это вот такой вот от Фаберлик, Витамания. Убрала его так, думала, может даже в жидкое мыло там попадёт или как, если не понравится. Ну, мне понравился этот гель. Мне вообще нравится у Фаберлик гели и по качеству, и ароматы прикольные. Ну, хотя вот эту вот серию я вроде как, что-то она мне изначально не зашла. Показалось химозиной. Ну да, он химозный, спору нет. Ананас и лайм. Ну, мне всё равно понравился аромат. И вот хочу ещё арбуз с дыней попробовать. Ну, у меня там много гелей больших уже скопилось. Я как-то потом, может попозже, может лету куплю. Ну, или буду, может быть, затариваться, да, гелями, да, прихвачу заодно. Так, и два моих любимых геля от, 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 от Эйвен. Покупала на Валбересе, потому что в российских каталогах уже нету. Эти гели фламинговый закат. Очень красивый перламутровый розовый гель, розовый ананас у нас тут и франжипани. Пахнет больше грейпфрутом, чем ананасом. Ну, кисленький такой вот. Мне очень нравятся эти гели. И вот эти вот розовые пески тоже здесь. Розовая кокосовая вода и драгонфрут. Классные. Вот этот поярче аромат, этот такой понежнее. Кстати говоря, вот этот вот почему-то плохо пенился. Как-то удивило меня обычно у Эйвена, но они все одинаковые гели по пенообразованию. А вот этого приходилось больше лить на мочалку. Как-то вот уже до ног пока дело доходило, уже пены не было. Поэтому приходилось доливать. Но этот вообще шикарно пенился. Ну, может быть, потом как-нибудь повторю. Может, на следующее лето, а может быть и нет. Не знаю, посмотрим. Вот так нравится мне. Может, какие-нибудь новые классные гели появятся у Эйвен. Будем надеяться. И так уже повторились. Так, а где-то же еще спрей был. Или он у меня... Нет, наверное, полки прошлых пустых баночков. Так, для волос у меня закончился сухой шампунь. Вот такой вот маленький от Холи Поли. Очень понравился. И, кстати, аромат такой тоже прикольный. Такой яркий, летний, цитрусовый. Хорошо работал. Удобный формат. Буду в Магнит Косметик. Как-нибудь, когда... Пойду в скидочный день в следующий раз. В этот раз, что-то 30-го числа, мне в лом было. Некогда вообще идти. Думаю, ладно. Целее деньги будут. Так, в принципе, сильно ничего и не надо было, чтобы прям все бросать и бежать. Ну, вот этот бы я прикупила. И даже, может быть, парочку можно взять. Потому что со скидкой он вообще там дешево выходил. Рублей 120 или 130. Классный. И дома иметь, например, один... Ну, много мне не надо. Большие флаконы подолгу стоят, потому что я не сильно часто пользуюсь. Ну, вот недавно, например, выключили горячую воду. А мне в ночь идти на работу. И вот я думаю, сейчас я опять пока эту кастрюлю с балкона притащу. Буду кипятить. В тазиках в этих плескаться. В общем, решила сходить в магазин и купить сухой шампунь. Ну, в магазине только прелесть был. Вот, кстати, воспользовалась и вообще нормально. Даже утром еще прилично волосы выглядели не засталенными. Когда я ехала домой. Ну, ладно, это уже другая тема. Другой шампунь. Но этот тоже понравился. Повторю. Так, дальше. Маска для лица закончилась, наконец-то. Просто не люблю, когда такие тюбики стоят разрезанные. Но жалко было оставлять. Там очень много было. Это маска от Эйвона. С минералами мертвого моря. Она глиняная такая, густая, пригустая. Всегда нужно разрезать тюбик, потому что иначе ее никак оттуда всю не достать. Сейчас они дорого стоят. Поэтому приходится вот выскрипать до последнего. Обожаю эту маску. Наверное, самая моя вообще любимая. Вот из очищающих. И, по крайней мере, как-то чуть ли не единственная маска, от которой я вообще вижу хоть какой-то эффект. Действительно очищение и сужение опор, мотирование кожи. Дорого они, конечно, стоят сейчас. Так, дальше. Крем для рук. Вот такой вот от Эйвон закончился. С тропическими фруктами. Такой, он не сильно плотный. С средней такой консистенции. Приятный аромат. Но вот он тоже. Вот этот манго, может быть, или папайя. Раз через раз. Вроде хорошо пахнет, вкусно. Потом в другой раз как-то трансформируется аромат непонятный. Наверное, больше с этим ароматом повторять не буду. Ну, хотелось попробовать. Почему бы и нет. Так, и закончился крем. Нет, это скраб. Крем в прошлый раз закончился. Скраб для ног. Летняя лимитка. Тоже от Эйвон. Кокос и лайм. Всё у меня с лаймами в этот раз. Ну, такой он средненький. Не слишком жёсткий. Ну, я как-то не могу от скрабов отказаться. Потому что ноги сохнут. Ну, требуется мне, в общем, такой уход. Поэтому постоянно покупаю какие-то скрабы для ног. Ну, не знаю, повторять стало бы или не стало. Сейчас они уже в распродаже. Может, когда-нибудь и возьму ещё раз с распродажей. Запах такой прикольный, интересный. Так, мыло. Отбеликея. Спелая дыня. Такое ароматное. Вообще красивое. Жёлтенькое. Ну, вот надо держать их, конечно, в этой. В какой-то висячей мыльнице, в общем, со сливом. Потому что просто в обычной мыльнице у меня лежало, когда с манго. Оно там подмокало нехило. А так, хоть я и сливала каждый раз воду, но всё равно ему там было мокро лежать. Поэтому оно там как-то разбухло. Так и это. А вот в такой мыльнице сквозной хорошо себя ведёт. Классное мыло. Стали у нас, наконец-то, продавать. Далекея. Это раньше только подружки, да, или где-то там в улыбке радуги продавалось. Так, зубные пасты. Нуки с кокосом от Фаберлик. Не понравилось на вкус. Как, собственно говоря, вот биомет, то же самое с кокосом. Точно такой же вкус какой-то. Приторный такой, сладковатый. Ну, на любителя, конечно. Ну, мы доиспользовали, потому что так, в принципе-то, паста хорошая. И очищала хорошо, и освежение было. Ну, вот этот вот привкус кокосовый не очень. И самая, наверное, моя любимая паста, ну, из вкусненьких. Это айс кола от Клац. Она тоже сладковатая такая, больше похожа вот на леденцы с колой, типа. Ну, вот конфетки, в общем, чем на сам напиток. Ну, мне нравится. Я и на вечернее использование. Дорого, конечно, стоит. Ну, вот наткнулась там на какую-то новогоднюю коллекцию на Валбересе от Клац. И заказала опять вкусненькую пасту. Потом придёт, в покупках покажу. Ну, так, конечно, дороговато за 250 рублей. Ну, хочется вкусняшек. Больше заходишь, когда за зубными пастами, больше почему-то хочется чуть ли не детскую какую-нибудь взять там с бананом или с клубникой. Потому что ментолы, это скучно. Но всё равно надо. Это так. Вечерком побаловаться. С утра, конечно, я предпочитаю более такие термоядерные пасты. Так, ну и с декоративки. Тут у меня одна пустышка и три на выброс. От Эссенс консилер. Хороший. Такой цвет был. Какой-то оттенок. Так, Сенситив 10. Приходил мне, по-моему... Нет, не в подарок. Это с ним был в подарок, по-моему. Или карандаш там, или помада. Хороший, в общем. Покупал на Валбересе. Понравился. Нормально так всё перекрывает. Вообще никаких претензий нету к нему. Вот он уже даже подсох. Фиксировался. Так, и что выбрасываю? Выбрасываю вот эту подарочную помаду от пудры вот этой вот красивой с розочкой. Ну, это какая-то дешёвая китайская. Кайли. Цвет, конечно, красивый. Но это не помада. Это просто какая-то краска непонятная, которая намертво в губы въедается. Я, конечно, хотела суперстойкую помаду, но это уже перебор. В общем, один раз я и накрасилась. И вот мы пошли гулять, в общем, ели пили там по дороге. И я всё время, вот все, наверное, два часа, пока мы гуляли, я думала только о том, как я приду домой и вообще возьму какое-нибудь масло там и смою, наконец, эту помаду. До того вот противно она на губах ощущается. Губы просто, блин, вот в куриную попку превращаются и на вид, и на ощущения. Не знаю, как я это определила. Ну, в общем, что-то такое. Поэтому помойку даже не буду задумываться. Потом недавно перебирала лаки и показывала видео, что ничего не выбрасываю и нет. Ну, вот всё-таки приходится выбросить вот такой вот лак. Он бежевый, с серебристыми блёстками. Во-первых, он по оттенку, вот, так не видно, но на ногтях он в какой-то зеленоватый отливает. Это не очень, не сохнет. Очень долго сох, не знаю, несколько часов, наверное, половина я смазала, содрала обо что-то там, всё подряд. И вот два дня походила, в общем, и смыла. Думаю, ладно, всё. Ну, он очень старый, ему уже вообще, не знаю, лет шесть, наверное. Ну, так вот потихоньку, что не успею закончить, повыбрасываю какие-то старинные лаки. И выбрасываю ещё вот такой вот бальзам от Эйвен. Не знаю, что случилось. У меня он в косметичке, в сумочке лежал. Пользовалась, пользовалась. То есть, буквально вот вчера пользовалась, всё было нормально. Сегодня мажу на губы, и у меня просто начинают губы чесаться неимоверно. Я стёрла на работе, вот сидела, намазала, посмотрела, срок годности нормальный. До 10-25, то есть, ещё целый год, по идее, можно им пользоваться. Но тут его много, наверное, осталось. Ну, половина, наверное. Да, где-то вот так вот посидела, в общем. Только губы прошли, я ещё раз намазала, что-то, знаете, не поверила своим глазам. И опять такая же история, не знаю, что случилось. Вообще прикольный яблочный штрудель. У меня ещё один есть с инжиром такой, он нераспечатанный. Ну, не знаю я даже. Ну, я, конечно, его попробую, но вообще не поняла прикола. Что с ним случилось такое за один день. Причём. Ладно бы он у меня где-то валялся, там 300 лет. Я про него забыла, потом достала и воспользовалась. Ещё можно было в это поверить. Ну, вот так вот, что вчера было всё нормально, а сегодня вот такая странная ерунда творится. Непонятно мне. Ну, вот, все мои малепусечные пустышечки в этот раз. У кого-то за месяц меньше набирается. У меня вот за полмесяца. Ну, буду уже в октябре полностью за месяц. Сколько накоплю, столько и буду показывать, как обычно, как раньше. На этом я буду прощаться. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч на моём канале. Всем пока!